У мужчины нет эмоциональных проблем, у него есть только отсутствие миссии, а вот когда дело появляется, проблем больше нет вообще никаких. Дорогие мужчины, поднимите руки, если вы согласны с этим утверждением. Посмотрите внимательно друг на друга. Мужчина – это миссия. Если миссии нет, вам ни один психолог никогда не поможет, потому что главный вектор жизни не реализуется. Но теперь второе, что нужно сказать. Вот когда мужчина начинает этот вектор искать, искать его, совершать какие-то поступки, искать, 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 пробовать, то есть это не сразу придет. Это нужно искать и нужно в это верить. Очень важно при этом не оторваться от женщины, если она у вас есть, семья. Потому что второе, что нужно сделать, вот эту энергию удовлетворенности, которая у вас раскрывается в миссии, принести просто в семью. Смотрите, у вас есть уже все самое важное, у вас есть вся полнота, она приходит через миссию. А теперь женщине нужно просто дать защиту, покровительство и внимание. Не потому, что вы что-то от нее хотите, а просто это просто солнечная энергия, которая покровительствует. Смотрите, дорогие мужчины, что такое миссия? Миссия – это не ваша реализация. Когда вы просто реализуете свои способности, это не миссия, это самолюбование. Когда вы на себя медали и ордена просто вешаете. Миссия – это когда вы делаете что-то полезное для других, действуете ради их блага. Вот это настоящая миссия. И мужчина, если он в миссии по-настоящему находится, он не может быть невнимательным к тем, кто рядом. Понимаете? И вот те, кто рядом, они проверят на самом деле перед Богом, насколько он реализует вот эту миссионерскую задачу. Потому что миссия – это дать благо очень многим. Вот эта чистая мужская энергия защищает весь мир сразу, думает о благе всего мира. Но это будет проверено теми, кто рядом. Понимаете? Вот какие они рядом с вами. Чувствуют ли они защищенность, чувствуют ли они внимание и заботу. И поэтому миссия мужчины одновременно должна быть связана вот с этой внимательностью и чувствительностью к тем, кто находится рядом. И Бог мужчине дает женщину, как та, которая слабее его и которая нуждается в его помощи. Дорогие мужчины, пожалуйста, представьте эту божественную задачу. Итак, сейчас небольшая медитация для вас. Вам из высшего божественного источника дается вот это дело настоящее в этом мире ради блага других людей. И одновременно есть те рядом, которые нуждаются в вашей помощи. И вы проявляете чувствительность и внимательность к ним. Я прошу вас подумать, что вы при этом чувствуете. Дорогие женщины, я прошу вас думать сейчас о таком мужчине или о таких мужчинах, которые сосредоточены на этой настоящей миссии в этом мире ради блага других. И одновременно они очень внимательны к вам, чувствительны. Готовы сразу откликнуться и готовы, как было сказано, это были удивительные слова, терпеть все ваши колкости, чтобы когда закончится ваш гнев и обида, подойти и дать вам поддержку. Пожалуйста, думайте о таких мужчинах. И первый вопрос я хочу задать сейчас женщинам. Скажите, пожалуйста, что вы чувствуете, когда думаете, что такой мужчина будет рядом с вами? Так, пожалуйста, кто хотел бы сказать? Можно здесь? Дорогие мужчины, пожалуйста, слушайте внимательно. Потому что потом я задам вопрос вам. Итак, что вы чувствуете, когда думаете о таком мужчине? Вы знаете, моментальное успокоение, скандалы закатывать не хочется, потому что очень сильная защищенность чувствуется. И даже вот так подумала. Да нет, не хочется даже в шутку. То есть настолько чувствуется защищенность и опека, что и хорошее сразу настроение, и такое умиротворение, спокойствие, благодать. Спасибо большое. Очень спокойно. Благодарность, такое чувство нежности, трепета какое-то, очень большое уважение, и еще такое возникло, что хочется быть зарядным устройством. Чем быть? Зарядным устройством. Зарядным устройством. Да, чтобы подзаряжать эту батарейку, чтобы она не утихала. Да, женщина тоже хочет защитить весь мир. Она заряжает мужчину на это и отпускает его. Я хочу спросить мужчин, что вы чувствовали сейчас, когда женщины говорили? Ну, сейчас мужчины уже говорят. Так, что вы чувствовали, когда… Так, ну давайте. Хочется еще больше любить, еще больше заботиться, еще больше внимания. Мы вас любим, женщины. Я почувствовал целостность и гармоничность. Вот гармонию со всем, с работой, с семьей. И во всем остальном просто спокойствие и мертвование. Спокойствие, гармоничность, гармония во всех сферах. Во всем. Дорогие мужчины и женщины, поднимите руку, кто сейчас чувствует очень большое вдохновение, наполненность и гармонию. Так, выше поднимайте и посмотрите друг на друга. Это удивительная картина. И знаете, только один вопрос возникает. Итак, мы наблюдали в нашем зале, как появлялись настоящие мужчины и возникали настоящие женщины. Вы сейчас чувствуете эти энергии в себе? А поднимите руки, кто чувствует в себе вот эту энергию женскую или мужскую. Он чувствует это. Итак, у нас возникает только один вопрос. Мы наблюдали, как в этом зале появлялись настоящие мужчины и настоящие женщины. Как настоящие мужчины инициировали настоящих женщин, пробуждали их женскую энергию. А женщины инициировали настоящих мужчин, пробуждали их настоящую мужскую энергию. И знаете, какой вопрос остался? Это самый серьезный вопрос. Знаете, какой? кто первый начнет. Я хочу вам предложить поразмышлять на эту тему, потому что ученик — это тот, кто принимает полную ответственность за свою жизнь. Смотрите, ни от кого не ждет, себя начинает менять. Женщина становится женщиной, а не требует, чтобы он стал мужчиной. А мужчина становится мужчиной, а не требует, чтобы она стала какой-то другой. Вопрос только в том, кто первый начнет. И если уж вы приехали на этот фестиваль, знаете, похоже, вам придется начать. Как вы к этому относитесь? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова